Ну что, друзья, всего чуть-чуть осталось и вот уже 10 месяцев полномасштабной войны против России позади. И сейчас уже смело можно сказать, что так Россию еще никто не унижал. И речь не только о военных поражениях Кремля, в данной ситуации максимально показательнее другое. Даже не миллионы, а сотни миллионов людей по всему миру вдруг увидели, что ни царь, ни бояре банально не отвечают за свои слова. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из САПАС. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Считаю необходимым поддержать предложение о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. А российская, мы пришли навсегда, не имеет вообще никакого веса. Центр Карьковский область сейчас находится здесь. Россия здесь навсегда. Хотел еще раз обращаясь к жителям Курсовской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. От всего этого останкинские пропагандисты откровенно приуныли. Они уже и не вспоминают, как собирались брать Киев за три дня. В Киеве, разумеется, паником. Два дня, а потом падение города. Нынче обсуждения идут совсем другого характера. Например, о том, как далеко могут залететь вглубь России украинские беспилотники. Вот так они как-то быстренько сделали такой беспилотник, который дальше летает. О чем это говорит? На 500 практически понятно, что он может долететь и до Москвы. Да нету больше тыла в России. Ну, нету. Такими темпами это и в Благовещенске где-то может что-то прилететь, и в Хабаровск. Нету тыла. Или о том, насколько эффективными на поле боя могут стать немецкие танки «Леопард». Откровенно рассказывают, как руководители военного ведомства Германии о том, что вот сейчас хорошо бы испытать в полевых условиях наших кошек, так и леопардов, посмотреть, как они будут бить русских. И как система ПВО «Патриот» вот-вот окажется в Украине. Белый дом уже на этой неделе может объявить о передаче Киева и зенитно-ракетных комплексов «Патриот». «Патриот», я уверен, уже решение принято, они прямо сейчас пойдут. Мы потеряем сильно и в системах возможности ведения разведки, и в возможностях внесения адекватных ответов туда. Уверен, если бы эти кадры им показали в феврале 2022 года, то они бы и сами не поверили в такой поворот. Ведь демилитаризация Украины, о которой очень громко кричали в России... Главная цель операции – демилитаризация и деноцификацию Украины. Демилитаризацию спецоперация выполнит легко и непринужденно, это уже видно. Из-за недальновидности Путина обернулось совершенно противоположно. Украина сейчас получает и будет получать оружие, о котором до начала широкомасштабной российской агрессии не могла и мечтать. Помните, как Украина весной просила закрыть небо? Министр обороны Украины Алексей Резников обратился ко всему миру с просьбой закрыть небо над Украиной. И тогда НАТО не было готово к такому шагу. Сейчас же, после Харьковской области, Лимана и Херсона, весь мир увидел, что российская армия – это самая переоцененная армия мира. Но главное в том, что это увидели сами россияне. Вот почему у Соловьева вдруг запели песни, мол, их главная задача – это выжить в ближайшие 10 лет. Вот вы говорите, мировая претензия. Наша идеология сейчас, на ближайшие десятилетия, выжить. Не просто выжить, а сохранить цивилизацию, страну, народ, государство. Еще большая зрада случилась на эфире у Скобеевой. Там топовый коллаборант Ходоковский во время включения признал, что типа вторая армия мира без ядерного оружия никогда не вытянет войну с НАТО. Все понимают, что следующий виток эскалации – это будет только уже ядерный этап. У нас нет возможности. Мы страна, которая сейчас воюет против всего западного мира. И мы не имеем таких ресурсов, чтобы общевойсковыми средствами победить там блок НАТО. Но у нас для этого есть ядерное вооружение. Мы его создавали специально для таких ситуаций. То есть у путинской России есть два варианта – или проиграть, или умереть в радиоактивном пепле. И от такого и у рядовых уропатриотов, и у кремлевских пропагандистов конкретно подгорело. Ведь они же ртом годами громили НАТО. Россия разрабатывает план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева – Польша. На территории шведского острова Готланд садятся российские военно-транспортные самолеты. Калининградская группировка российской армии и голорусские вооруженные силы перекрывают Сувалковский коридор, соединяются и изолируют НАТО. Строили свою Евразию от Владивостока до Лиссабона. Мне нравится идея от Владивостока до Лиссабона – мирная, спокойная Евразия. Владивосток у нас уже есть, осталось дойти до Лиссабона. А теперь вдруг этот манимирок стал рушиться на глазах. И в порыве гнева, и без того упоротые пропагандисты принялись срывать с себя кто маски, а кто белые кокошники. Короче, стало очевидным, что они уже даже не пробуют корчить из себя освободителей. А мы точно знаем, что мы заберем всю Украину. Куда-то исчезли и темники про братский народ, и все вдруг увидели настоящее лицо фашизма. Лицо фашизма. Ну, в смысле, рашизма. Хотя какая разница? Украинство как система должно полностью искореняться на освобожденных территориях. Полная и тотальная деукраинизация. Любая попытка говорить на украинском должна расцениваться как демонстрация нелояльности и иметь следствие для носителя. Это, кстати, очень характерный пример. С популярным ныне пропагандистом по фамилии Мардан все было ясно еще тогда, когда этот шизик требовал пытать украинских учителей, которые массово отказывались обмазываться русским миром. Почему бы вот действительно не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить. С тех пор мужичка поплавило еще сильнее. Теперь он призывает пытать и убивать мирных людей только за то, что они говорят по-украински или просто любят Украину. Жрецов культа украинства нужно уничтожать как бешеных животных, без всякого снисхождения. И заметьте, мамкины антифашисты ему ни слова не говорят. Более того, чудак продолжает получать зарплату. У него все хорошо, как хорошо и у Антоши Красовского, который, напомним, призывал топить украинских детей. Вот прям топить этих детей, топить. Это не просто. Прям в тесыне. Сказал, что баскали оккупировали, и сразу прям бросаешь в реку с бурным течением. И вот поверьте, если эти чмони где-то продвинутся на фронте, то все будет именно так, как говорили Мордан и Красовский. Потому как это не личное мнение двух душевнобольных, это государственная политика. И исполнители, чтобы топить детей, у них легко найдутся.